Всем привет, ребята! Меня зовут Богатеющий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Читал комментарии, которых буквально тысячи, и очень часто встречал идею, что Терра Луна может снова стоить 1 доллар. И поэтому купить её сейчас даже на 100 долларов может быть жизнеизменяющей сделкой. Ведь когда она вырастет до 1 доллара, она даст 500 тысяч процентов! Что ж, вопрос интересный, а сможет ли Терра Луна когда-либо стоить 1 доллар? Не 100 долларов, а 1 доллар всего лишь. Давай разберёмся, что для этого нужно. Ну а прежде чем мы начнём, обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик, так ты не пропустишь новые криптоапдейты, в том числе и про Теру Луну. И не забудь написать в комментариях, как ты думаешь, может ли Тера Луна стоить 1 доллар, и как ей этого добиться. Итак, возможно ли цена в 1 доллар для Тера Луны? Я нашёл опрос в Твиттере от Криптозевса, и как мы видим, 58% людей считают, что это вполне возможно. На данный момент Тера Луна стоит 0,000165 доллара, практически 0 долларов, можно сказать. И поэтому, чтобы достичь 1 доллара, ей нужно добавить 5 нулей. Давай проведём небольшой анализ, чтобы понять, реалистично ли это. Итак, если мы посмотрим, с чего начинала Тера Луна, то заметим, что в какой-то момент она стоила до смешного мало, всего лишь 12-13 центов в 2020 году. Первым же взлётом она добралась до отметок около 20 долларов. Ну а на пике она вырастала до 120 долларов за монету. И совсем недавно она рухнула практически до нуля. Цена каждого токена Луны сейчас очень, очень низкая. Но самое важное, что случилось во время этого краха, это выпуск очень большого количества токенов Луны. Её предложение увеличилось в 19 тысяч раз. И это яркий пример гиперинфляции на криптовалюте. И к чему она приводит? А приводит она к обесцениванию, причём очень серьёзному. Этот факт поможет нам сделать вывод, возможно ли цена 1 доллар за один токен Тера Луны. Опять. Если мы посмотрим на рыночные капитализации криптовалюты, то увидим, что самые большие капитализации, разумеется, у биткоина, эфириума и у стейблкоина, тезера. Это 562 миллиарда, 242 миллиарда и 75 миллиардов долларов соответственно. Рыночная капитализация криптовалюты. Это второй момент, который поможет нам найти ответ на популярный вопрос. А может ли Тера Луна снова стоить 1 доллар? И что для этого нужно? После того, как мы это всё поняли, необходимо, чтобы Док Вон осуществил свой план и буквально воскресил экосистему Тера Луны. Он должен будет вернуть к жизни все эти проекты, построенные на блокчейне Тера, которые пострадали от краха Луны. Например, протокол Анкар. Ему придётся полностью перестроить Теру и убедиться, что сеть будет максимально защищена от подобных инцидентов в будущем. На данный момент рыночная капитализация Луны обрушилась, но давай представим, что после всех изменений, согласно плану спасения Док Вона, её рыночная капитализация вырастет до 2 миллиардов долларов. Это не так уж и много. У Доги Коина капитализация 11 миллиардов. Также мы хотим знать, когда при таких условиях цена токена Луны будет стоить 1 доллар. Что ж, при рыночной капитализации в 2 миллиарда долларов и при стоимости 1 доллар за монету, предложение Тера Луны должно быть 2 миллиарда токенов. Ведь 2 миллиарда токенов, умноженные на 1 доллар, дадут нам капитализацию в 2 миллиарда долларов. Такая вот математика. Сейчас же предложение Луны более 6 триллионов долларов, что явно больше, чем 2 миллиарда. Что же это значит для Тера Луны? А то, что мы должны увидеть значительное сжигание токенов Тера Луны. Вот что должно случиться. Должен произойти обратный процесс тому, что мы наблюдали во время краха Тера Луны. Во время падения токены Луны создавались в невиданных масштабах. Теперь же их нужно сжечь. И сегодня я тебе уже показывал, что это началось. Генеральный директор Binance CZ советовал Доквону что-то очень похожее. Он написал, последние несколько дней мы изо всех сил пытались помочь сообществу Тера. В своих постах я просто пытаюсь найти способы решения, исходя из своих скромных сил. Выпуск новых монет, создание форка не придадут ценности токену Луна. Обратный выкуп токенов и сжигание. Дадут. Но у проекта, кажется, на это нет средств. Кстати, насчет средств. Слухи ходили разные, но сегодня наконец-то мы узнали точное количество резервов, что остались у Тера Луны. 7 мая 2022 года до всех этих событий у Terra Foundation были следующие резервы. Более 80 тысяч биткоинов, около 40 тысяч BNB, 26 миллионов USDT, 23 миллиона USDC, 2 миллиона AVAX, 700 тысяч USDT и, наконец, почти 2 миллиона токенов Луна. Что осталось сегодня? 313 биткоинов, 40 тысяч BNB, кстати говоря, их они еще не трогали, 2 миллиона Avalanche тоже не трогали. Это опасно, кстати, они могут их продать и Binance Coin и Avalanche под угрозой. Почти 2 миллиона USDT, которые они тоже не трогали и 222 миллиона токенов Луна. Это официальная информация от Луна Foundation Guard. Кажется, того, что у них есть сейчас, явно маловато для выкупа токенов и уменьшения тем самым предложения Луны. Видимо, без сторонних инвесторов им будет очень трудно достичь одного доллара за Луну. Один доллар за Луну вполне может быть, если драматически уменьшить предложение токенов. Для этого, как правильно заметил CZ Binance, Terra Foundation должна, первое, сжигать их, и второе, выкупать их из оборота. Фактически делать то, что делает ФРС США с активами и долларом. Что-то похожее на это. В любом случае, теоретически, это вполне возможно. А как это будет на практике, зависит только лишь от док Вона и его команды. На этом все, меня зовут Богатийщий Ди, и сегодня я ответил на самый популярный вопрос в комментариях. А может ли Луна стоить один доллар снова когда-либо? И что для этого нужно? Если видео было интересным, не забудь, что нужно подписываться на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делиться видео с друзьями, комментировать и обязательно богатеть. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok